Всем привет! Меня зовут Илья. И в сегодняшнем видео, которое будет в первую очередь для новичков, прошу обратить на это внимание, я собираюсь показать вам самую главную гамму, самые главные ноты, которые когда-либо вы сыграете вообще, взяв в руки инструмент. Это гамма, которая открывает путь в музыку, открывает путь к пониманию, к слуху. На ней написано огромное количество произведений, а её учат везде. Это основа основ. Как вы уже догадались, мы поговорим о мажорной гамме, в конкретно о до-мажоре. И я покажу варианты обыгрывания этой гаммы, все возможные, но начну для, так сказать, вариант для новичков. То есть самый простой, и мы сыграем сегодня до-мажора от ноты до с открытыми струнами. Я покажу, как это играется, и также рассмотрим различные варианты обыгрывания этой гаммы. Давайте же начнём поскорей. Опять что-то невразумительное. Когда-то давным-давно, в былые времена, на моём канале уже было видео на тему мажорной гаммы. Это было даже первое видео в блог-формате. И если вы захотите, можете найти и поискать. В самом низу списка видеороликов практически. Но там я довольно всё такой сложной позиции, с такого вот там пасториус, такие сложные упражнения, всё довольно не для новичков, не совсем дружелюбно для новичков, или для неискушённых музыкантов. Может быть, моменты непонятны. А сегодня мы постараемся посмотреть с другой стороны самые такие варианты именно для новичков, самые простые для освоения, и постепенно посмотрим все аппликатуры до мажорной гаммы, от самой простой до посложней. Смотрите. Давайте посмотрим. До у нас находится на третьей струне третьего лада. Вот она. Я собираюсь сыграть первую аппликатуру, вам показать, для новичков, которая будет сыграна с открытыми струнами. Я начинаю с третьего пальца, ставлю третий палец на ноту-до, вот так вот извлекаю, слушаю, потом через открытую ре, то есть получается до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И я сыграл вот такую вот замечательную гамму. Послушайте, как она звучит. На самом деле здесь уже есть музыка, понимаете, здесь уже есть идея. Это не просто так, это какая-то гамма, там это всё. Вот этой гамме на самом деле сыграно и придумано почти вся музыка, понимаете, то есть огромное качество произведения, от классических до современных. То есть это основа в основу, поэтому это называют самой сложной, самой такой основной гаммой, именно потому что именно такая популярность, вот эти ноты есть почти везде, понимаете. Вот мы послушали их, давайте ещё раз. Я рекомендую, когда вы сыграете эту гамму, проговаривать про себя ноты, вот как не про себя, даже слух можно, как я сейчас сделал, да, и обратить внимание на аппликатуру. Аппликатура должна быть чёткой, то есть мы должны точно понимать, какие мы будем и какими пальцами играть. То есть аппликатура — это какие пальцы. Третий, открытая, второй, третий, открытая, первый, третий, четвёртый. Послушали. И обратно, смотрите. Те же пальцы. Сыграл. И смотрите, я могу ещё вниз продолжить. И в до возвращаемся. Давайте ещё раз послушаем. Сыграем вверх и вниз до конца с открытыми струнами аппликатуры до мажор. И приходим в до. Вот такая вот гамма. Это первый вариант. Дальше стоит выучить несколько секвенций, основных секвенций. Мы не будем сложно затрагивать, а именно те, с которыми может справиться новичок. И самая первая секвенция, которую, на мой взгляд, стоит выучить и сыграть после того, как вы уверенно овладели гаммой, сыграли её, как я сейчас показал, вверх-вниз, выучили аппликатуру, выучили её звучание, привыкли к ней. Эта секвенция, её можно назвать секвенцию по секундам. То есть мы играем 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 и обратно. Смотрите, ещё я буду делать акценты на первую и третью сильные доли, то есть на наши ступеньки, которые у нас меняются. То есть смотрите. Вот таким вот образом. Рекомендую сразу приучаться к акцентам и стараться эти акценты соблюдать. Точно так же я могу сыграть до конца, её заполнить и с четвёртой струной. И вот здесь мы опять в до разрешились. Дальше у нас на очереди вторая секвенция, которая, на мой взгляд, очень важна, и её стоит выучить и играть. Это секвенция по терциям. Естественно, она несложная, новички её могут осваивать, играть, начинать, привыкать, потому что, опять же, звучит круто по терциям всегда, очень музыкально звучит, и часто используется в музыке, в соло, в импровизациях. Терции важны. Всегда надо... Плюс выучить сам интервал. Всегда надо уметь найти терцию, сыграть. Вот, это всё полезно во всех смыслах, и в музыкальном, и в техническом. Смотрите, то есть мы играем как по терциям? Один, три, два, четыре, три, пять, четыре, шесть, пять, семь, шесть, восемь. Через одну, то есть. Смотрите. А мы двигаемся дальше. После того, как вы уверенно освоили первую аппликатуру до мажорной гаммы, которую я только что показал с открытым струном, можно дальше двигаться и усложнять задачу. Есть ещё вторая аппликатура. Она довольно популярна. Лично я чаще всего играю вторую аппликатуру, но сейчас начал ещё другую. Но об этом попозже. Более классическая аппликатура, когда мы начинаем с второго пальца. Соответственно, играется вот таким вот образом. Вот такая вот. Она немножко посложнее, потому что здесь нет открытых струн, все пальцы задействуются, но она очень полезна. Это аппликатура, эта гамма, конечно, даже в плане техники очень сильно влияет, расставляет пальцы куда надо. То есть пальцы уже, если вы поиграете, там полчаса в день эту гамму, ну не знаю, даже не помню, по 15 минут в день, у вас просто пальцы начнут просто чувствовать ноты, чувствовать гриф и встанут на свои места. То есть не стоит недооценивать вот эту игру простых аппликатур. И абсолютно так же мы можем работать и с этой аппликатурой, например, начать с секвенции по секундам и сыграть ее, только уже в новой нашей второй аппликатуре. Отлично звучит. Рекомендую также акценты. Ну, сначала просто выучить ее, потом уже расставлять акценты, естественно. Прекрасно звучит. Ну, соответственно, и наша вторая секвенция терциями тоже так же абсолютно. И пришли в до. Прекрасно звучит. Уже тут много музыки. Тут уже довольно все это красиво звучит. А дальше у нас на очереди третья аппликатура, которую я не могу назвать, что она подходит для новичков. Это уже, скорее всего, подойдет вам, если вы уверенно владеете первой аппликатурой, вторую аппликатуру, выучили и играете ее, замечательно. Тогда можно приступать и к третьей. Так называемой широкой аппликатуре. Но, конечно, для новичков она может оказаться сложной, потому что, опять же, здесь должна быть большая растяжка. И, как пишут в комментариях, тяжело. Я вот снимал про Sextole видео, писали, что пальцы не растягиваются на такого степени, поэтому я не могу назвать ее для новичков. Но давайте все равно ее попробуем выучить. Соответственно, здесь у нас широкая аппликатура. Играется вот таким вот образом. Первый, второй, четвертый, первый, второй, четвертый, первый, второй. Вот таким вот образом. Мы играем все те же ноты до мажорной гаммы, просто мы их немножко по-другому располагаем. У нас, например, нота ми, вот эта, которая третья ступень, она переходит сюда. Шестая ступень нота ля переходит сюда. Соответственно, у нас получается такой широкий вариант. Мажорная аппликатура. Можно продолжить даже здесь. Прекрасно она получится у нас. Си, ля, соль. То же самое здесь. Си, ля, соль. Вот. Си, ля, соль. И можно там завершить, опять вернуться в до. Отличная аппликатура. Много фирменных всяких фраз на ней играется. Много импровизации можно делать. Ее тоже нужно знать. И можно пробовать играть. Ну, опять же, я рекомендую, ребята, играть все это медленно. Вы ни с кем не соревнуетесь, когда вы занимаетесь на инструменте. Не нужно соревноваться. Играйте медленно. В том темпе, который вам удобный. Только в нем. Не надо сразу гнаться за скоростью. Только когда у вас нотки начнут прям нота в ноту четко переливаться, без всяких скрипов, без всяких непонятных призвуков, каких-то срывов. Все должно прям быть ровненько. Каждая нота полноценная. Извлеките полноценную ноту. Как будто вы играете на рояле. Четкая нота, звучащая. Подведем итоги к сегодняшнему видео. Мы разобрали три аппликатуры мажорной гаммы. Начали с самой простой, с открытыми струнами. С открытыми струнами играть новичку проще, потому что надо меньше зажимать, просто нагрузка на руку меньше. Если у вас пока еще не окрепла рука, так как вы начинаете играть на инструменте, естественно, вам тяжело будет зажимать широко, в аппликатуру полноценную. С открытыми вам будет играть проще. И поэтому логично начать с нее. Понять, послушать, как она звучит. Потом переходить, соответственно, ко второй аппликатуре. Играть медленно, как только вы освоили уверенно первую. И поиграли секвенции на открытых, на аппликатуре с открытыми струнами две, которые я показал основные, простые. Конечно, есть там больше секвенций, всякие по квартам, с экстами. Там разные можно придумать секвенции, сложные, но новичку пока вот эти две основополагающие. Это очень важная секвенция. Соответственно, вторая аппликатура посложнее, когда мы начинаем со второго пальца. Здесь уже, соответственно, растяжка побольше нужна. То есть уже уровень повыше подкручивается. И последняя, самая сложная, широкая аппликатура. Уже когда вы уверенно играете первые две. Мы разобрали, опять же, до мажор. Я еще раз повторюсь, да, это основа основ. Мажорная гамма. На ней сыграно огромное количество музык. Почти в любой песне есть ноты мажорной гаммы. Ну, почти во всех. Ну, наверное, даже во всех. Классическая музыка. От классической до джаза, до современной поп-музыки. Везде есть эти ноты. К тому же, она простая для понимания. Она имеет четкую структуру. Если вы играете на фоно, например, там, это только белые клавиши, если до мажор. Просто понять, как устроена музыка именно через вот эту гамму. Понимаете? Поэтому она такая фундаментальная, если так можно сказать, без преувеличения. В общем, и мы сегодня сделали шаг к тому, чтобы вы поняли вот эти основы. Выучили главную гамму вашей жизни, можно сказать, музыкальной. Основополагающую, которую когда-либо важнее, чем эту гамму, вы навряд ли что-то сыграете. Поэтому это видео, я думаю, что было полезно. Вот так, дорогие друзья. Не забывайте. На Boost я ставлю, естественно, нотное приложение, PDF-файл. Там со всеми вот этими вариантами расписаны аппликатуры с пальцами. Секвенция прописана для всех вот этих вот аппликатур, которые будут полезно поиграть. Наглядно, все удобно в одном месте. Поэтому проходите, не стесняйтесь. На моем Boost там много чего еще интересного есть, помимо этого видео. Также ВК-канал, Telegram проходите. Тоже я там что-то пощу по настроению. Вот так вот, дорогие друзья. Спасибо, что потратили время. Надеюсь, это видео было полезно. Всем до скорых встреч.